Спасибо, и я хотел, во-первых, поблагодарить коллег, которые меня сюда позвали, коллег, которые, собственно, открыли этот зал. Я понимаю, что такое открыть зал Института Воскресенья, это требует каких-то административных телодвижений, иногда непростых, я думаю, что у нас в этом смысле общее наследство. И, ну, собственно, вас, потому что в такую погоду Воскресенье днем, значит, прийти на лекцию вместо того, чтобы праздновать окончание лета, это само по себе требует некоторого душевного мужества, по-моему. И вообще начну с такой стандартной игры, я только попрошу коллег, которые биологи, или тем более микробиологи, в ней не участвовать, потому что вы слишком умные будете. А всех остальных, если таковые имеются, значит, я бы прошел назвать какую-нибудь бактерию, которую вы знаете. Именно бактерию, да. Еще раз. Черный язм. Да, есть, 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 я сейчас покажу. Вот она. Кикабан-карпилори. Так, еще. Холебный витрюк. Есть. Сейчас, вот он. Так, еще. Антропс. Антропс, это сибирская язва, сейчас я ее найду. Вот он. Ерсения Пестис. Ерсения Пестис, чума, да, вот она. Еще. Слушайте, Ерсения Пестис, я ни разу в жизни не поверю, что вы не биолог или не микробиолог. Просил же. Так, еще. Бледную спиротенцию. Есть. Сейчас, это как, вот это. Трипанема палидум, соответственно, сифилистат. Ишерития коли. Сейчас, да, есть. Вот, кишечная палочка. Там молодой человек тянул руку. Или вы сказали уже, да? Микобактерии. Микобактерии нету. Корузобактерия. Так, слушайте. А, коринобактерия. Коринобактерия нет. Вам вообще... И опять, вот, вот если честно, у вас какое образование? Медицинство у него образование. Хорошо, поймали. Медиков тоже, прошу помочь. Нету, нету этих самых, ахартиномицетов вообще никаких, хорошо. Стрептококков. А? Стрептококков целая коллекция, смотрите. Стофинококков. Тоже коллекция, стрептококк есть. Стрептококкус мутанс. Это этот самый кариес. А есть стрептококкус паёджини, как её зовут, скарлатина. И есть аж два пневмокока. Значит, один, который вызывает, ну, там, вариант, который вызывает отит, а второй вариант, который вызывает пневмонию. Вот видно, что он грустный, да, у меня глазки более чёрт? Стрептококков тоже два. А, есть простой золотистый стептокококк. А есть супербак. Вот у него, видите, плащ. Вот. Это множественные лекарства, метицелин устойчивый, который устойчив к антибиотикам. Простейших у вас есть? Простейших никогда, я от бактерий просил. Ну, всё, смотрите, значит, за некоторыми исключениями всё подтвердилось совершенно замечательно. Исключения, на самом деле, тоже годились. Все, кого вы назвали, это патогены. И вся эта чудесная коллекция, тут ещё есть много, кого не назвали. Кроме вот этих трёх несчастных ребят, это всё патогены. Эти трое – это лактобацилы и бифидбактерии, которые молочнокислые. И это на самом деле... Да, девушки потом могут пойти подойти поиграть. Вот. Это всё на самом деле очень хорошо отражает то, как мы воспринимаем бактерии. Бактерии – это то, что вызывает болезни. То, от чего лечатся антибиотиками. То, что, на самом деле, вместо бактерии часто называют название болезни. Да, вот, от сибирской язвы, андрац. И мы к этому привыкли. Теперь, наверное, свет можно погасить. И я буду стрелочками переключать, да? Вот. Ага. Значит, на самом деле, жизнь-то устроена совершенно по-другому. Патогены – это ничтожная доля от всех бактерий, которые нас окружают. Ясно, что очень много бактерий живёт в почве, в воде. Были ещё очень много где. И очень много бактерий живёт реально в нас. И полезно понимать, что в каждом из нас, в каждый момент времени находится примерно в 10 раз больше бактерий, чем наших собственных клеток. И, значит, если бы была демократия, то понятно, что они бы нас переголосовали. За тем только исключением, что они все разные, поэтому я считаю, что они не смогли бы договориться. Бактерии – это примерно 2% массы нашего тела. То есть примерно вот от одного дата. Опять-таки, в каждом из нас, в каждый момент времени, в норме, примерно 1-2 килограмма бактерий находится. Это несколько тысяч видов, причём большинство из них совершенно не изучены, потому что микробиологи не умеют их культивировать. И, стало быть, изучать их традиционными микробиологическими методами не удаётся. Если смотреть гены, если смотреть разные биохимические функции, то это примерно в 100 раз больше, чем разнообразие наших собственных генов. То есть биохимия и физиология бактерий суммарно тоже очень богатая. И заметную долю той энергии, которую мы получаем из пищи, мы, на самом деле, получаем не непосредственно, а это результат деятельности наших кишечных бактерий. Но, в частности, основное, что они делают, они разлагают полисахариды на простые сахара и простые жирные кислоты. И это ещё хорошо, что мы не коровы, да, вот корова не питается травой на самом деле, корова питается бактериями и продуктами их жизнедеятельности, и вот поэтому у неё такой сложный желудок, это фактически такая биотехнологическая фабрика, где бактерии переваривают траву, компоненты клеточной стенки, и в результате вот корова питается тем, что из этого получилось. Проходите, проходите, спокойно. Кроме того, бактерии синтезируют витамины, и бактериальное сообщество, такое нормальное бактериальное сообщество, защищает нас от патогенов, от таких чужеродных бактерий, которых нас быть по-хорошему не должно. Они способствуют формированию иммунитета, и, в общем, это некий такой рекламный слайд, который должен вас убедить в том, что это всё страшно важный интерес. Значит, история начинается в Голландии, в Дельфте. Там вот есть такая чудесная старая церковь, она, так называемая, старая церковь, она действительно, вот правый кадр, он не заваленный, он на самом деле такой и есть. Она наклонённая, они её хотели в какой-то момент разобрать, но потом решили, что она не упадёт, а в качестве примечательности она замечательно хороша. В этой церкви есть, ну, плита вот самой церкви, я случайно, это не моя фотография, но я её, кстати, у меня в маяках не получилось. Вот, а выглядит это вот так, это могильная плита Антона ван Левенгука. И про него часто говорят, что это человек, который изобрёл микроскоп, это на самом деле неверно, микроскоп изобрели раньше. Ну, он вот совершенно замечательным образом, да, это вот, собственно, по легенде он так выглядел. Слева и справа это одно и то же, это гравюра, сделанная из картины, поэтому, на почтовый марк, поэтому она зеркально отражена. Он его усовершенствовал, он сделал микроскопы, в которых увидел много всякого чудеса. То есть выглядели они вот так. Наверное, может, мы немножко... Ну, хорошо, ладно, это справа вверху видно хорошо. А слева, в общем, то же самое, просто немножко с другого ракурса. Я когда нашёл эти картинки в интернете, вот когда эту лекцию готовил, я должен был понять, как вот из той штуки можно что-нибудь видеть. Что он нашёл схему. Там на иголку наносился образец, и через милзу, через образец, на крольке кусочника света человек что-то разглядывал. И он там увидел много всего чудес. Слева это вот гравюры из его книги. Спасибо. Там много всего. Там калавратки, сперматозоиды, предупражнения найти, где они там. Какие-то, значит, по-видимому, простейшие. Сувойки там где-то, по-видимому, есть. А кроме того, он увидел много таких вот простых форм, в которых уже никакой внутренней структуры видно не было. Но вот форма общее очертание тела, это как раз примерно понятно, что это было. Это вот и были, ну вот, фигура Б, это очень похоже на типичных скриптокопов. Да, вот такую линию из маленьких шариков. Он их назвал анимальку, или то есть маленькие дужки. И вы, где-то, особенно по современным микроскопам, очень похоже. Да, это вот обычный современный световой микроскоп. Но они, соответственно, окрашены тем покрасителем, чтобы их было видно. Это бацилус Упкилеса, такой стандартный лабораторный объект. Одна из двух стандартных бактерий, которые всегда изучают. Чечная палочка и сенная палочка. Это вот стопилопоки, которых мы показывали. Опять-таки, желающие могут сравнить с тем, что изображено в виде этих игрушечек. И понять, насколько это не похоже. Это стриптококки. И это картинки очень похожи на то, что у Левенгука. Я даже сейчас так наклесну наверх. Вот Б, да? Вот ровно такая же, на самом деле, картинка. Похоже, что он действительно видел. Он там изучал зубной налет, так что по-видимому, это стриптококки как раз у стриптокококов смотрятся. Вот. Ну вот. Вот речь пройдет о них. И первая история, она такая совсем простая, это история про каракатицу и ее ребриона. Значит, каракатицы на самом деле две. Одна живет в Средиземном море, вот левая, а правая живет на Гавайях, но они очень похожи по стилю жизни. Они, в общем, близкие родственники. Они маленькие, это несколько сантиметров. И они ночные. И ночью, вот в толще воды, ночью живое существо видно на фоне освещенного неба, вот как тень. Что не есть хорошо, потому что если ты маленькое существо, которое на кого-то при этом охотится, то есть, с одной стороны, не хочешь, чтобы тебя видела твоя добыча, а с другой стороны, ты не хочешь, чтобы тебя видел кто-то, кто на тебя, в свою очередь, захочет поохотиться. Поэтому они снизу себя подсвечивают, чтобы не выглядеть вот этой темной тенью на фоне освещенного неба, значит, они себя подсвечивают. Для этого у них есть специальный орган, в котором живут бактерии. Вот эти вот Vibrio Fisher, это родственники нашего холерного гибриона, которого он так называл. И бактерии умеют синтезировать светящее вещество, и, соответственно, когда их много, они светятся. Там отдельный интересный вопрос, как они узнают, что их много, это тоже чудесная область от микробиологии, но я, наверное, в это сейчас влезать глубоко не буду. А вещественный цикл там такой, вот это начинается, вот она, днем она лежит на песке, и она только что легла, потому что она еще не приобрела цвет этого песка, да, она вот только-только. А ночью она плавает. И, значит, начинается с того, что у нее, день начинается с того, утро начинается с того, что у нее бактерий в этом органе нету, то есть очень мало более точно. Потом они начинают потихоньку размножаться, достигают пика к вечеру. То есть вечером светящаяся каракатица всплывает и плывет на плоту. В конце ночи она промывает этот орган морской водой, соответственно, большая часть бактерий выплывает, значит, оттуда промывается. Эти самые вибрио, они могут жить и свободно, это не убийство. И дальше цикл повторяется. Она ложится на песок в это время, те, которые там были, размножаются и так далее. Такая простая история. Одна каракатица и одна бактерия. И бактерия способна жить самостоятельно. Это такой очень мягкий симбиоз. Сейчас я потерял кнопку. Ага. Более забавная история происходит тоже в Средиземном море от золи Святого Андрея на острове Эльба. Там живет, там были, живет такой чудесный червяк, у которого вообще нет пищеварительной системы, его делительной. Просто совсем никак. Он маленький, значит, несколько сантиметров в длину и доли миллиметра в диаметре. Вот он здесь сфотографирован. И жизнь у него устроена так. В нем, уже непосредственно в червяке, вот толще его тела, он близко к кутикуле, к внешней оболочке, живет в несколько разных бактерий. Они здесь окрашены разными цветами, вот поэтому видно, что они здесь разные. И они-то, собственно, и занимаются его метаболизмом. Я не буду эту подробную картинку обсуждать, это выяснилось на самом деле. Вот вся эта картинка, это все реакции, которые здесь нарисованы, какие-то сложные метаболические пути, где там часть реакции идет в одной бактерии, часть в другой бактерии, часть в самом червяке. Вот это все на самом деле выяснили путем анализа геномов, путем анализа того, какие гены в геноме присутствуют. Экспериментально с этим работать очень тяжело. И вот, значит, у этих там четырех или пяти бактерий и, соответственно, червяка имеется просто общий метаболизм. Там вместе с клетками червяка, которые на сердце нарисованы, еще имеются бактериальные клетки, прямо в толще тела этого червяка. И они обмениваются разными веществами. Кто-то из них дышит, кто-то из них там что-то разлакает, кто-то что-то синтезирует. Вот у них имеется такой общий обмен веществ. А почему нужно несколько бактерий? Потому что условия разные. Червяк червяк вылья, и там очень быстро меняется, скажем, уровень кислорода, уровень каких-то оксидов серы. Да, он умеет дышать оксидами серы. Не сам червяк, а вот какая-то из его бактерий. И вот в зависимости от того, на какой глубине червяк находится, и какая глубина там ему кажется в правильный настоящий момент времени, отключается тот или иной кусок обмена веществ этого червяка. Вот так это все происходит. Ну и люди. Как бы еще более сложная история. Редко ответка не совсем честная, потому что тут вместе с разными бактериями, которые у нас живут, еще нарисованы микроскопические грибы, которые тоже у нас живут. Живут они везде. Бактерия, как здесь более-менее нарисована, но больше всего, конечно, в кишечнике. И когда вот технические средства позволили начать массовый анализ геномов, ну то есть сначала не анализ, а сначала надо было определить последовательности геномов, надо было из молекул ДНК сделать последовательности нуклеотидов, которые можно положить в компьютер и их изучать. Собственно, это то, чем биоинформатики занимаются. В какой-то момент уже после того, как был определен, скажем, геном человека, стало ясно, что вместе с человеком вот хорошо бы определить геномы тех бактерий, которые в человеке живут, появилось сразу несколько консорциумов, некоторые национальные, некоторые международные, и появилось несколько проектов вот по анализу бактериальных сообществ, которые живут в человеке или на человеке. Соответственно, были статьи, вот левая, это Nature, это один из двух главных гламурных научных журналов, Nature Science, и первая большая публикация одного из этих консорциумов, там картинку даже вынесли на обложку этого Nature, что считается, наверное, круто. Это проникло в массовое сознание, вот справа тоже обложка, но это уже журнал Economist, довольно хороший английский еженедельник, политико-экономический. Вот они это тоже заметили и по этому поводу писали статью, появились карикатуры. Сейчас я переведу. Сверху написано, что проект «Микробиолог человека» говорит, что в человеческом теле живут 100 триллионов микростопических живых существ, а снизу нарисовано, как это выглядит, и кто-то из них спрашивает, что вот неужели это жизнь. Появились русские карикатуры, это совершенно замечательно, вот это мне очень нравится просто. Кстати, когда я это спрашиваю на сайте постнаука, я его заодно немножко порекламирую. Это очень хороший научно-популярный сайт с короткими лекциями, там по 10-15 минут, то есть это не нагрузочно. При этом они объединены в какие-то циклы, то есть если вам там что-то интересное, то вы можете последовать на эти лекции и слушать. В общем, я очень советую, по-моему, это очень хороший проект. Ну и вот можно рисовать, кто, собственно, отживел. Это картинки из двух разных проектов. Нарисовано распределение по таким очень большим таксономическим группам, то есть это очень грубая классификация, вот разные цветочки на этих круговых, разные цвета на этих круговых диаграммах показывают, какие группы бактерий представлены в разных местах. Видно, что это очень разнообразно, а видно, к счастью, что это более-менее воспроизводится между разными исследованиями. Это хорошая новость, так вообще говоря бывает не всегда. Вот кто-то вспоминал язву желудка, вот это кастомическое распределение бактерий там, где живет, вот эта бактерия, которую язву желудка вызывает, она оставляет полное большинство, а сверху что бывает, если ее нет? Ну, большинство из нас нет. Можно смотреть разнообразие бактерий в кишечнике. Здесь нарисовано вот что. По этой оси разные группы бактерий, по горизонтальной, а по вертикальной оси доля этой группы в микробионе. И нарисованы не отдельные точки, а целое распределение, потому что это сделано там на тысячу примерно человек, если я правильно помню. То есть видно, что разнообразие довольно большое, но при этом примерно понятно, кого больше всего, а кого меньше. Кишечная палочка вот здесь. Она очень является самой распространенной из нашей, самой, той бактерии, которая больше всего у нас в кишечнике. А знаем мы ее, потому что это оказался очень удобный лабораторный объект. Ее легко культивировать. И из-за этого ее все изучают, из-за этого там по, там китру кишечной палочки определяют загрязненность, вот и так далее. На самом деле ее вовсе не больше всего. Эта картинка на самом деле уходит очень далеко на право, потому что это, конечно, почти что 0%, да, какие-то доли процентов. Но это доли процентов, я напоминаю, от 100 триллионов. 1% от 100 триллионов, это все равно 10 в, чтобы не собрать, в 12. Это все равно очень много клеток. И на самом деле вопрос о том, вот сколько разных бактерий живет в человеке, он не очень осмысленный, потому что это зависит от глубины анализа. Чем больше данных вы имеете, тем более редкие виды вы видите, но они все равно более-менее стабильно могут в человеке жить. Отдельно интересный вопрос, вот какова роль в нашем микробиоме вот этих относительно редких бактерий. Вот они являются обязательным компонентом и что-то такое делают, чего все не могут. Да, но есть какие-то очень редкие профессии, без которых, тем не менее, жить нельзя. Там, в человеческом сообществе. Вот там совершенно не исключено, что в бактериальном сообществе жизнь устроена примерно так. Можно сравнивать людей, там, разные группы людей, вот по составу микробиома, да, по тому, какие бактерии в них живут. Есть довольно большие индивидуальные, то есть есть общие тренды, но при этом есть довольно большие индивидуальные отличия. Но сравнивали, скажем, людей таких обычных и вегетарианцев, смотрели, как меняется состав бактериального сообщества с возрастом. В основном это все для кишечных бактерий делали. Я, в общем, большую часть того, что я буду рассказывать, это как раз история про кишечных бактерий. Сравнивали там китайцев и американцев, южных и северных европейцев, европейцев с африканцами, тоже видели всякие различия. По-видимому, они скорее не этнические, а связаны просто с особенностями локальных диет. Много всего сделали, с одной стороны. С другой стороны, это наука очень молодая. Полезно понимать, что все, что я рассказываю, это наука по-третьему. Хорошо, если пяти лет, там по ссылкам можно просто смотреть, у меня на слайдах есть ссылки на статьи, вот это все статьи десятых годов в основном. И она находится на очень ранней стадии. В общем, то, что мы делаем, то, что мы пытаемся делать, такая зоология. Пока что это чисто описательная деятельность, без каких-то там глубоких обобщений, мы проходим такой необходимый этап накопления информации. В этом смысле, то, что я рассказываю, это какие-то отдельные снимки, такие не очень даже четкие, пейзажи, а самого пейзажа никто целиком не знает. можно смотреть вот такую же картинку, как была из статьи про червяка, и его пять бактерий. В принципе, такую же картинку в первом приближении можно нарисовать для наших собственных бактерий. Вот сверху то, что мы едим. И дальше разные группы бактерий, они там разными цветами показаны, отвечают за разные стадии усвоения вот той пищи, которую мы ели. Ну и в конечном счете, это все, значит, ассимилируется, поглощается там клетками нашего кишечника, навсасывается и становится источником питания, в том числе и для нас. И опять, это очень грубая картинка на самом деле, вот по-хорошему, там должно быть очень много, очень маленьких деталей, но мы их пока не знаем. Ну и естественно, там хочется понимать, как это влияет на какие-то медицинские вещи. И я вот, это года полтора назад я рисовал эту картинку, и я сделал вот что. Я взял вот базу данных ФАБМИ, это такая основная база, в которую попадают все сколько-нибудь разумные статьи и сколько-нибудь приличных журналов по биологии и медицине. Они с вами жены ключевыми словами, поэтому там можно делать библиографический поиск, а я вот сделал поиск на микробиом кишечника и на несколько разных болезней. Диабет, ожирение и там подпаление кишечника и болезнь крови. Ну и вот видно пересечение этих кругов. То есть видно, что это там десятки статей, даже уже сотни, многие из которых сразу про все болезни, вот влияние микробиома сразу на все. Некоторые про что-то частное. И сейчас я несколько таких работ попробую рассказать. Значит, одна уже довольно старая, это 2009 год. она вот про что. Значит, взяли пару близнецов, живущих в одних семьях. То есть диета у них, поверьте, более-менее одинаковая. И взяли таких близнецов, что один немножко пополнее, а другой, соответственно, более худой. И первое, что посмотрели, посмотрели просто разнообразие бактерий, которые живут в полных близнецах и в худых близнецах. И оказалось, что такие, да, есть разница. Вот нижняя картинка, это глубина покрытия, насколько детально мы исследовали микробиом, объем наших данных. А по этой, значит, оси, это разнообразие бактерий, которые наблюдаются вот при такой глубине анализа. И видно, что у нас нижняя картинка, сейчас скажу, нижняя картинка, это полные, а верхняя графика, нижняя графика, а верхняя графика, это худые. То есть видно, что в среднем каждой паре близнецов состав бактериального сообщества у худого близнеца разнообразнее, чем состав бактериального сообщества у полного близнеца. Ну, а коли так, давайте делать, да сейчас у нас есть наблюдение, давайте делать опыты. Опыты делали вот какие. Взяли стерильных мышат То есть таких, у которых собственного микробиома нет В принципе, такие мышата живут не очень хорошо И заселили У одного мышонка Микробиом из худого близнеца А у другого мышонка, который сверху заселили Микробиом из полного близнеца Дальше их кормили Совершенно одинаковой пищей Там было мало жиров и Много клетчатки Много полисахаридов Стандартная диета И мышонок, которого заразили Бактериями из худого близнеца Он вырос худеньким А мышонок, которого заразили бактериями из полного близнеца Вырос толстеньким А дальше их посадили в одну и ту же клетку Санитарные обстоятельства В этой клетке были не самые замечательные Поэтому они неледен друг друга перезаражали И толстенький близнец похудел Вот как это выглядит Это такой довольно слой Это уже настоящий рисунок Настоящие научные статьи Никакая не схема Но здесь на самом деле все понятно, что нарисовано Смотреть надо вот куда Каждый ряд Это какая-то бактерия Из распространенных Из тех, которых много Вертикальные поноски Это, чтобы не соврать, недели Отдельные столбики Узенькие Это отдельные клетки В которых эти самые близнецы Мышата содержались Да, мышата были из одного пометка То есть они были генетически идентичны И вот между пятой и шестой неделями Вот здесь И вот здесь Их заселили вместе Значит, что мы видим Видим, что до того, как их заселили вместе Да, клеточка раскрашена Если у этого мышонка наблюдается эта бактерия То есть до того, как их заселили вместе Видно, что действительно микробиом Худых мышат Гораздо богаче микробиома полных мышат Потом их заселили вместе И вот полные мышата заразились Бактериями оттудых Мы вот похудели Действительно То есть мы даже видим За счет чего Так, в первом приближении Видим, за счет чего Это случилось Ну, замечательно Значит, если это работает с мышатами То давайте этим заниматься в фильме И здесь нарисована схема процедуры Которая называется Фетальная трансплантация Я, с вашего позволения Не буду детали Объяснять, где что нарисовано Это, в общем, по-видимому понятно Значит, в частности Что-то можно делать двумя способами Можно делать Через катетер Через ноздрю пищевого желудок И это правильный способ Он короткий А там мало изгибов Поэтому Трансплант попадает Сразу в верхний отдел Кишечника Как и надо А тот способ Который приходит в голову С другой стороны Он, на самом деле, неудобный Потому что нам надо Через большую часть Изгибового кишечника И, в общем, так никто не делает Когда делали эти опыты Там была чудесная История Потому что Если вы делаете Это, на самом деле, уже картинка Из клинических испытаний Это такая реальная Медицинская процедура Я сейчас покажу Через несколько слайдов Когда она применяется Там была чудесная история Вот какая Если вы делаете Клинические испытания Вам нужен опыт и контроль Вам нужно пациентов Случайным образом разделить На две группы Так, чтобы никто не знал Дают им лекарство Или дают им пустышку Плацебо Ну, какое плацебо Физиологический раствор Но дальше Если вам это самое Вводят через катетер Через нос То оказывается Что вы просто понимаете Да, это физиологический раствор Или этот самый трансплантат Поэтому в качестве контроля Использовательный материал Самого пациента Если дальше Какие-то энтузиасты Утверждали Что они могут Отличить свое от чужого Но вот этим уже Пренебрели Опять Еще раз Это серьезная картинка Из серьезного журнала Да, я Ну, не могу удержаться От искушения Это рассказываю В таком немножко Приподнятом тоне Вот Значит, когда же это используется? Ну, вот это используется Значит, уже на сайте Клинических испытаний Это используется При лечении ожирения Как вот следует Там вот Наблюдение С мышатами Используется При воспалении Кишечника Вызванным Кластеридиум дефицили Она у меня, кстати Тоже есть Это вот какая-то Из этих двух Я не помню Одна ботулизма А другая Вот это Кластеридиум дефицили И нет Но вот есть Предварительные данные Про то, что это эффективно Ну и куча всякой экзотики Типа аутизма Диабета И так далее Там есть только отдельные наблюдения Кластеридиум Кластеридиум дефицили Она выглядит вовсе не так Как По-моему, вот эта Она выглядит вовсе не так Как здесь норицкая Сделана эта кукла Что показывает Глубину Насколько эти куклы Соответствуют действительность Это вот такая материальная пленка Вот это уже нормальная Электронная Микрофотография Соответственно Цвета здесь условные Вот видна вот эта вот Болтериальная пленка На поверхности Нашего кишечника Эти кластериди Опять-таки Они в норме у всех присутствуют В очень незначительном количестве А если человек Интенсивно лечился антибиотиками То, соответственно Его нормальная микрофлора подавлена И эти кластериди размножаются И дальше Вот есть такая чудесная страшилка По горизонтали здесь годы А по вертикали Это количество Госпитализаций Связанных с этой инфекцией Соединенных штатах Нижняя картинка Это основной диагноз Вот этого воспаления Позванные кластеридием Верхние кластеридием Качественные осложнения И это в тысячах Да, то есть это вот В 2009 году Примерно 300 тысяч Госпитализаций Были тем или иным способом Связаны с этой инфекцией С этой бактерией На самом деле Катализации Ладно, но от этого Помирает примерно 15 тысяч человек И вот были первоначальные Какие-то наблюдения Что Вот эта вот Пересадка Какашки От этого помогает Начались клинические испытания И их остановили По этическим причинам Этические причины Были вовсе не те Что вы думаете Они были вот какие Они там Справа в грузу нарисованы Оказалось, что Ну, как всегда Сделали три группы Значит, вот это вот Тот способ, который Испытывается Контроль, когда ничего не дают И второй контроль Когда дают наилучшее Из существующих лечений То есть наилучшее Из существующих лечений Это ванкомицин Это антибиотик Последней линии То есть видно, что Примерно четверть людей Вылечилось спонтанно Чуть меньше третье Вылечиваются Если их лечить антибиотиками То есть разница На самом деле Не очень большая А после декабря Трактации Вылечиваются Практически все 24% И этические соображения Состояния в следующем Что нельзя продолжать Технические испытания Случайным образом Отправляя пациентов В контрольную группу Когда уже ясно Что лечение Безумно эффективно Это означает Что мы каким-то пациентам Их лишаем Вот этого Способа лечения Который очень эффективен Ну потом В общем решили Сейчас Это что? Да Это статьи Опять-таки Это статьи Клинические испытания Из другой статьи Картинка Значит Просто количество статей Это черные столбики Про это А красные столбики Это зарегистрированные Клинические испытания Это последняя стадия Перед Собственной Клинической практикой И в 13-м году У них было 21 Поедем И 22 И видно С такой скоростью Это Растет В общем Хочется это делать Конец Такой более аппетитный Способ Того же самого Да Чтобы все-таки Это были Таблетки А не Вот так вот Процедура с катетером Ну так как всегда Проблема доставки Да Вот эта капсула Она должна Распориться не в желудке Потому что там Кислая среда все убьет А значит Должна Через желудок пройти В кишечник Распоряться уже На самом деле Ничего нового На свете нету Потому что То же самое Практиковал Вот этот самый Китайский мудрец И медик Гахун Уже очень-очень давно Соответственно Это и японская картинка И китайская картинка Изображающая Одного и того же человека Я всегда тут Вот такая Мне всякий раз Кто-то Просветленный Из аудитории Сообщает Я всякий раз забываю По-моему Слева это японский вариант А справа китайский Ну вот боюсь Тавры Правильно? Да Аз Так В общем Можно прогуглить На самом деле Все картинки Из интернета Вот Второй чудесный кусочек Этой истории Случился Сюжет скорее Из этой же линии Значит Это история Про людей Хадза Люди Хадза Живут в Канзании Вот сверху карта Снизу Расширение Этой карты Они Значит Вот вправо Это пейзажи чудесные В которых они живут Сверху летний пейзаж Когда дожди А Снизу зимний пейзаж Когда саванна Сухая Когда суха Когда дождей нет И они Значит Эти люди Они замечательны тем Что У них практически Нет контакта Западной цивилизации Они ведут Традиционный образ жизни Они не лечат С антибиотиками И Они там Не пьют Кока-колу И не едят Гамбургеры В Макдональдсе Соответственно Их Бактериальные Сообщества В общем Отражают То что было С человеком Сотни тысяч лет И есть Наблюдение Которые сделали Там Их довольно много изучают Они так к этому привыкли С юмором К этому относятся Значит Было сделано наблюдение Что у них нету Практически Притом что они ведут Образ жизни Такой совершенно Ну Первобытный Да Мыла С треклозаном У них нет Но у них при этом Не бывает Кишечных поспалений Не бывает Там Рака желудка Рака кишечника То есть Вроде бы С этим все очень хорошо Возникла идея Что это как-то связано С их микробиомом И был вот этот вот человек Джефф Лич Который просто к ним поехал И собирал образцы На что получил Почетное прозвище Шит-доктор Да? Говенный доктор Я так им веду Вот Ну в частности Одна из идеи Была тоже Это вот работы Там 14-го года Только что То есть Одна из идеи Была Что у них есть Такая культурная практика Они когда Вбивают антилопу То есть Они ее вскрывают А потом очищают Руки Содержимым Желудка Справа Там нарисовано Как это выглядел А потом Как анекдоте Этими же руками Значит Эту антилопу Едят Но нож Впрочем Уже современный Ладно Ножи у них все-таки Вот Была статья про это Мы их вот изучили В общем ничего Опаньки У меня вывалился кусочек Черт Ну ладно Бог что В другом файле вставил Сейчас расскажу тогда словами Просто кусочек Из этой же Значит Из этой же серии Такой уже немножко Более продвинутый Вот наш коллега Значит Дело следующее Значит Наблюдение Что В малавийских семьях Малави Потому что там есть Хорошие близнецовые записи Довольте считать ситуация Когда один близнец При том что И тех и других Не докармливают Но один близнец Развивается нормально А у другого Дефекты роста Развития И в общем он несчастный Диета одна и та же Возникла идея Что это как-то связано Опять-таки С бактериальными сообществами И сделали вот что Значит Опять-таки Взяли стерильных мышат Ну та же самая схема На самом деле Взяли стерильных мышат Заразили Бактериями Из нормального близнеца И больного близнеца Действительно Мышат Один из мышат Вырос нормальным Другой Имел В общем сравнимые Дефекты развития Диета у них была Ровно такая же Как у этих малавийских детей Да Чтобы вот этот фактор снять И вот там как раз Удалось идентифицировать Нескобактерий Которые Присутствуют В здоровом микробиоме Отсутствуют В Ну В плохом И Их добавление В плохой микробиом Мышонка Вылечивает И это на самом деле По виду Первая история Такого сорта Потому что До сих пор Вот все вот эти Неаппетитные картинки С Фекальной трансплантацией В частности Насчет был связан С тем что Сообщество очень сложное И не удавалось Выделить Тех бактерий Которые отличали бы Одно от другого То есть В среднем мы знаем Что Хорошее сообщество Более богатое Чем Плохое сообщество Но Какие конкретно Бактерии Отвечают за То что это Сообщество более здоровое Да Люди не понимали Да Смотрели Большие выборки То же самое С болезнью крона Ясно что это связано С микробиомом Но мы не знаем Какие бактерии За это отвечают И вот там удалось Выделить двух бактерий Которые похоже За это отвечают У меня вот пропала Чветная фотография Я потом Отдельно найду А это не мой Нет не найду Это не мой компьютер Мы вот Ровно в августе Соответственно Мои коллеги Вот принесли Эти данные Они там работают С этим самым Джеффри Другой Джеффри Не этот Вот Тот который Кастерийных мышат Научился выращивать Соответственно Геномные последовательности Эти бактерии Определили И была В августе Школа Такая для старшеклассников Пущина Двухнедельная Где Реальная лабораторная работа Происходила В частности Они занимались тем Что они пытались Понять по геному Есть ли какие-то гены Которые в этих бактериях Присутствуют Какие-то метаболические возможности Тем самым Которые в этих бактериях Присутствуют А в других Вроде бы отсутствуют В общем посмотрим Чем это кончится Такая наука В процессе Вот То есть Тут примерно понятно Общее направление движения Мы сейчас накапливаем Какие-то индивидуальные Такие более-менее Разрозненные Наблюдения И по-видимому По мере того Как данные будут пребывать Они пребывают С фантастической скоростью Там В ближайшие несколько лет Мы сможем Чуть лучше понимать Вот не просто На зоологическом уровне Что вот этот микробиом Хороший Так в среднем А этот микробиом В среднем плохой Ну и что конкретно Вот эту хорошесть Или плохость вызывает И сначала Мы это будем понимать Очень приблизительно Просто на уровне видов Которые в одних присутствуют Других нет Да Так оптимистично А еще через какое-то время Я надеюсь Будем понимать Уже и на уровне Конкретного метаболизма Там конкретных метаболических процессов Которые происходят Ну и следующее Что очень хочется делать Я не показываю эти картинки Они путанные Можно же сравнивать Не только Можно смотреть Вот когда мы берем Скажем те же самые пары близнецов Или просто Две группы людей Там больных и здоровых Можешь смотреть На самом деле Сразу много на что Мы можем смотреть Во-первых На бактериальный состав А мы можем смотреть На концентрации Разных метаболитов Кишечники у этих людей И там есть Существенные различия Вот например В этих Краткоцепочных Жирных кислотах Я их упоминал Это вот то что Бактерии для нас делают И мы можем смотреть Различия в работе Собственных генов человека Да в уровне работы Собственных генов человека И когда мы научимся На это смотреть правильно И вот правильным образом Эти данные интегрировать Ну вот здесь что-нибудь Забавное получится Вообще это такая область За которой интересно следить Да там Какие-то новые забавные вещи Случаются Ну вот Практически каждый год Вот И с человеком на этом Пожалуй все И теперь обратно к насекомым Насекомые По способу питания Там грубо делятся на две группы Грызущие и сосущие Грызущие они грызут лист И соответственно Вот Необходимые для жизни Вечта получают Вот из этого листа Типичные гусеницы бабочки А сосущие насекомые Они прокалывают Там стиви и рис И сосут сок Разница вот в чем Что в Растительном соке Он сладкий Да Ну там березовый сок Там кленовый В нем много сахаров Но в нем мало аминокислот Аминокислоты Это то из чего Состоят белки А если не аминокислоты Есть незаменимые Так называемые Это те которые Никакие животные Не могут сами Синтезироваться Должны их получать В пище Соответственно Сосущих насекомых Вот этот источник Сильно ограничен Тут просто разные Вот примеры Они самых разных Токсономических групп Бывают Эти насекомые Там тля Токсатка Червец И клоп Нарисовый И вот эти самые Насекомые Выходят Из положения Уже понятным образом Они себе Заводят бактерий Вот это вот Бухнера Первая излучная Бактерия Здесь нарисована Это тоже Обычный Световой микроскоп Это клетка Клиник Вот это вот Здесь Вот это Ее ядро А вот эти кружочки Это бактерии Значит Это специальная клетка Специализированная Называется бактериоцит Значит Разница с нами Или там с червяком В том что здесь Бактерии живут Прямо внутри Клетки Тли Их там много Несколько тысяч на клетку И несколько миллионов На одну Тлю Легко посчитать Что в Тле Примерно тысяч таких клеток И вот эти бактерии Занимаются тем Что они синтезируют Незаменимые аминокислоты Для Тли Соответственно Они получают Там Вот У них есть какой-то источник Там углерода Да Это вот Им поставляют Тля Они синтезируют Эти аминокислоты И обратно Тли отдают Там то же самое Там вот есть метаболические пути Которые там начинаются в Тле Продолжаются в Бактерии И потом Заканчиваются обратно в Тле Это вот разные люди смотрели Мы тоже немножко смотрели Это довольно забавно Совершенно замечательно Как устроены эти геномы Они миниатюрные Ну потому что понятно Там очень многие гены Которые нужны для выживания Во внешней среде В агрессивной Внутри Тли не нужны Вы там защищены От разных стрессов А с другой стороны Те гены Которые нужны Для производства Вот этих незаменимых аминокислот Они там присутствуют Во многих копиях Это очень на самом деле Похоже на то Что биотехнологи делают Когда они делают Геноинженерные штаммы Бактерии Но опять-таки Для синтеза Аминокислот Метеолин Скажем Которые в аптеке продают Его делают бактерии Специальным образом Модифицированные Чтобы его производить И технологии Ровно та же самая Вы просто Увеличиваете количество Копий этих генов Такая природная генная Инженерия Эволюционно Совершенно Независимо возникшая Ну вот как это выглядит Опять-таки Эта схема Вот эти метаболические Совершенно не неважные Детали здесь Тут надо просто Изумиться Могуществом науки На этой картинке Вот тут нарисованы Метаболические пути И гены Которые за них отвечают Вот некоторые Начинаются с клеток Некоторые наоборот Начинаются в бактерии И потом продукты Клювы ходят В общем это все Все замечательно Это вполне можно изучать Опять-таки Для этого даже Не нужно заниматься Микробиологией Вот такого сорта вещи Можно сделать Просто анализом геномов Это такой тоже Чудесный пример Значит это будет Мышнистый червец В нем живут Сразу две бактерии Она замечательна тем Что это Однажды эти бактерии Это рекордсмен По компактности генома Вот у нас с вами Примерно 20 тысяч генов Которые кодируют белки А у кишечной палочки Примерно 4 тысячи А вот у этой бактерии 121 такой ген На самом деле Очень трудно тебе представить Как можно жить Со 121 геном Тоже отдельный интерес Сделал для исследования Значит выглядит это вот как Опять Вот это вот большое Вот это вот мембрана И вот все что справа Это клетка Червеца И тут матрешка Вот эта серая Это одна бактерия Которая живет Внутри клетки червеца А внутри Вот этой внешней бактерии Живут еще другие бактерии Да? То есть это такая вот матрешка Случает Червец В нем специализированная клетка В специализированной клетке А в ней бактерии Но при этих бактерий Другие бактерии Вот как это выглядит На уровне органов Да? Вот эти вот клетки Бактериоциты Они формируют специальные органы И это возникало в эволюции Много раз совершенно независимо Это возникало в разных линиях насекомых В этом участвуют бактерии Из совершенно разных Токсономических труб То есть это такие независимые открытия Которые эволюционно Разные группы насекомых сделали И это сосущие клопы Разные И вот у них бактериомы Вот эти вот органы Которые все это происходят Вот у одной группы Вот вверх У нижней давай сначала Да? Вот у этой группы клопов Бактериом возник В районе пищеварительного тракта Ну что вроде бы естественно Да? Потому что Ну вам не надо Вот те вещества Которые для бактерии нужны Вам не надо их таскать Через все тело Да? Они вот тут же потребились И тут же пищеварительный тракт Вернулось А у верхних клопов Значит Эти органы возникли В районе Значит Эти самых яичников Что тоже естественно Потому что Вам нужно Чтобы потомство Имело тех же самых бактерий Поскольку они живут внутри клеток Вы не можете это потомство Просто заразить Вам нужно Чтобы в каждом яйце Эти бактерии уже были Ну и соответственно Естественно Поэтому такой орган Сделать внутри Рядом с яичниками Действительно В каждом яйце Там вот тли Или в каждом яйце Вот этого клопа Бактерии найдутся Кстати сказать Вот хороший способ Поморить тлю голодом Это кормить ее антибиотиками Бактерии сдохнут Соответственно Тля тоже Помрет с голодом История бывает Не только про витамины Не только про аминокислоты Такой забавный пример Тот что независимо Эволюционные линии Это муфоцеркция Она сочет кровь Поэтому аминокислот Там достаточно Но там не хватает витаминов Значит Витамины Опять-таки Как следует из их названия Это вещества Которые нам необходимы Ну и любым животным Они Участвуют в работе Каких-то очень важных Белков Очень важных систем И мы не можем Их сами синтезировать А бактерии умеют Соответственно Муха Которая сосет кровь У нее аминокислот И сахаров Достаточно А витаминов нет Потому что витамины Дефицит В нашей храни Свободные витамины Не платят Ну и дальше Татья самая история Заводятся специальные бактерии Которые эти витамины Синтезируют Очень много раз Опять Это вот то Что вот эти картинки Это метаболические пути Это вот Пути синтеза Этих витаминов Они самые разные Турпрофилит Разнообразие витаминов Которые бактерии Делают Для Эти самые мухи Ценца Такая вот у нее Маленькая биотехнология Внутри Ну и сейчас Я прошу прощения Я время посмотрю А замечательно Я тогда еще одну историю Успею рассказать История такая Уже совсем Совсем тесный симбиоз Очень старый Это наша клетка У обычного Многоклеточного Существующего Опять вот Это флотическое изображение Изображение После изучебника Опять вот И вот Есть специальные Органеллы Их довольно много На клетку Они называются Метахондрии Это такие наркотические Фабрики Это Они много чего делают Но в частности Основная функция Метахондрии Они Производят АТФ АТФ Это такая батарейка Это вещество Которое является Запасателем Химической энергии Во всех реакциях Которые требуют Расхода энергии Используется Разложение АТФ А метахондрии Наоборот АТФ синтезируют Они эти батарейки Заряжают Справа Уже честная Электронная фотография Вот Наталья Видит Там место Мембран А слева Опять-таки Схематические изображения Исчестно то Что у метахондрии Есть свой собственный геном Своя собственная ДНК И если на эту Геном довольно короткий Там всего несколько генов Но если на нее посмотреть То оказывается Что эти гены Исправлизировать эти гены Окажется Что метахондрии Это очень близкие родственники Одной специальной группы бактерий А именно Рикетсий Рикетсий Мы знаем Потому что Рикетсия-провадчики Вызывает Осыпной тих В частности И вот Когда-то очень давно Какой-то родственник Этих самых рикетсий Заселился В первую Укариотическую клетку Укариотическая клетка Это Клетка, которая имеет ядро Вот мы с вами Малярийный плазм Вот простейших кто-то упоминал Вот простейшие тоже Эукариоты Они одноклеточные Но у них клетки с ядрами И вот все живые существа У которых клетки имеют ядра Они все имеют метахондрии Это на самом деле Не совсем правда Есть группа простейших У которых метахондрии нет Но опять-таки Если проанализировать их геном То становится ядро Что-то метахондрии у них были Метахондриальные гены У них присутствуют В ядерном геноме Они в метахондрии потерялись А гены все-таки остатки Вторая такая же история Это все-таки про хлоропласта Хлоропласта есть только у растений И некоторых групп тоже простейших И вот росли Про вот эту картинку Вот это Это растительные клетки И вот зеленые кружочки в них Это хлоропласта Это те органеллы В которых происходит фотосинтез И тоже Это на самом деле Потомки бактерий А именно Цианобактерий Которые Раньше назывались Синезелеными водорослями На самом деле Они никакие не водоросли Это честные бактерии Но они образуют сообщество Поэтому вот их принимали За что-то многоклеточное На самом деле Это индивидуальные клетки И опять-таки В какой-то момент Они заселились в предках В общего предках Красных и зеленых водорослей И зеленых водорослей Потом получились Наземные растения И вот у них у всех есть Хлоропласты И это тоже потомки Вот такого раннего симбиоза Там на самом деле Было еще интереснее Потому что Метахондр есть просто у всех Это по-видимому Было одно событие В самом вот У общего предка Всех эокариот А хлоропласты Есть в самых разных группах Живых существ История там вот какая Вот был первичный симбиоз Когда клетка эокариота Заглотила цианобактерию И превратила ее в хлоропласта На самом деле Какие-то ранние стадии Такого процесса Мы даже сейчас можем наблюдать Вот есть эвглены Такие простейшие Которые могут существовать Как хищники А могут существовать Как фотосинтетики Соответственно Если она съела Одноклеточную зеленую водоросль То она будет фотосинтетиком А если не съела То будет хищником А дальше Когда эта клетка С таким вот Псердохлоропластом делится То соответственно Одна дочерняя клетка Получает этого псердохлоропласта И продолжает существовать Как фотосинтетик А вторая его не получает Существует как хищник А потом его съедает И превращается в фотосинтетик То есть мы На самом деле Примерно можем прикинуть Как ранние стадии Вот этого симбиоза происходить Просто наблюдать Вот На живом примере А дальше Случалось вот что Теперь представим себе Что другое Простейшее Одноклеточное Съезд вот этого Значит Простейшего С Хлоропласта Например Одноклеточную зеленую водоросль Или Одноклеточную красную водоросль И опять Съезд не до конца А превратит В Вот Хлоропласт Себе оставит Там бывают чудесные истории Когда у клетки Аж 4 разных генома Сейчас я покажу Вот Вот эта вот клетка У нее есть свой собственный Ядерный геном Вот у нее есть Митокоды Митокоды Есть у тех У кого есть ядра Здесь просто ненависованная У нее есть Хлоропластный геном Вот от того Кого она съела И еще есть Остатки ядерного генома Называется Нуклеомор Это бывшее ядро Вот этой одноклеточной водоросли Которую съели А дальше бывает Еще третичный симбиоз Когда кто-то съел Вот этого И так же чудесные Хлоропласты Получаются С четырьмя мембранами В общем-то С этим надо разбираться Опять-то Данных еще не очень Достаточно Для того, чтобы Все детали Этого процесса Описать Но в результате Хлоропласты Появились в самых Разных группах Живых существ Они появились Вот это Первичный НСБО У общего предка Зеленых И красных водорослей И вот Зеленых водорослей Вот здесь дальше Идут наши Привычные Наземные растения И дальше Куча вторичных Для симпионтов Очень много Куда В этапе комплекции Это в частности Молилийных возродий У него есть тоже Органелла Которая Исторически Эволюционно Была Хлоропласт Сейчас Это используется По-другому Есть Диноклодеряты Диноклодеряты Очень большая Группа Татьяна Клеточные Тоже Существа Которые Разные Представители Диноклодерят Воровали Хлоропласты У разных Подрослений Кто-то У красных Кто-то У зеленых Вот это Греновые Бурые Водоросли Где-то Здесь есть Вот по-видимому Вот это В общем Очень много У кого Это все На самом деле Подавляющее Большинство Хлоропластов Это на самом деле Потомки Одного Хлоропласта Который Появился У общего Клетка Зеленых И красных Подрослений Дальше Вот его Передавали По наследству Самые Разные Группы Есть Чудесная История Которая Случилась Только что Вот она Это Разные Группы Цианобактерий Вот этот Бабосик Он ужасный Совершенно Потому что У цианобактерий Есть несколько разных Они делятся И вот понять Вот мы сейчас Пытались понять Из какой группы Какая группа Является Предком Хлоропластов Но в общем Это получается Очень плохо К сожалению Одна история Совсем свежая Там известно Кто был предком Это Кулинелла Это такая Леба Сейчас я вам Покажу А это Винофлагеряты Разные Это просто Красивая Тартинка На самом деле Это Винофлагеряты Которые Получили Хлоропласты Разного Происхождения Кто-то из них Получил хлоропласты Зеленые водоросли А кто-то из них Получил хлоропласты Срасные водоросли Разные Пигменты Просто там Немножко Да А вот это Кулинелла Слева Это Электронная Фотография А справа Обычная Световая Вот ее Зеленая Вот ее Большой Кулинелл И это Случилось Только что Потому что Ближайших Родственников Кулинеллы Ничего подобного Нет То есть Это Эволюционное Событие Очень недавнее Такой Очень молодой Симбиоз Это показывает Что Симбиоз Вовсе не является Каким-то уникальным Явлением Да Вот Метокомбрия Это было Один раз и навсегда А с хлоропластами Это вполне Вот Воспроизводится И Был бы очень интересно На это посмотреть Но проблема в том Что у Амел Геномы Такого колоссального Размера Что их никто не Секвенирует Вот последовательность Никто не определяет Поэтому Такие вот Аволюционные Геномные Детали этого процесса Мы пока Посмотреть не можем Но опять Когда геном выйдет Будет, я думаю Большая, красивая Статья про это Если кто-то его Все-таки сделает Ну и дальше Есть такой чудесный Моллюск Это улитка Это морской Среднят Так что улитка Безракая И вот у него Есть такой чудесный орган Вот это вот Зеленое Большое И это Часть этого самого Моллюску То есть он рождается Как обычная улиточка А потом Превращается В такое чудесное Существо А ест он Вот эту водоросль Которая там Справа нарисована Вот она И ест он Ее следующим способом Он Водоросль ест А ее хлоропласты Не растворяют А отправляют Вот в этот Вот ворбан Зеленый И дальше В современной литературе Имеет Большое противоречие Зачем это происходит Ну очень красивое Объяснение Которого Все бы очень хотели Что этот моллюск Который умеет Фотосинтезировать Ну и вот Те публикации Которые есть Они в этом месте Противоречивы Опять-таки Это история Безумно красивая За которой надо следить Вот Сверху Это такие же моллюски Ну потому что Если окажется Что этот моллюс Действительно умеет Фотосинтезировать То справа Внизу Вот нарисованы Чудесные Геотехнологические Применения Которые Этому процессу Можно было бы найти Да Стало бы понятно Почему Большие зеленые уши И вообще Все это было бы Совершенно чудесно Да Словещение Что избавилось бы От зависимости от Пищи Все бы стали Зелеными фотосинтетиками Такими складчатыми Да Чтоб больше площадь Была Вот Значит Желающие писать Фантастические романы Это такой чудесный сюжет Для этого Все Спасибо 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 За интересную Действительно Очень живую Лекцию И я думаю Что У аудитории Достаточно вопросов Поэтому Прошу Вопросы Пожалуйста Да Есть Вопросы Есть Вопросы Чечная язерная болезнь И является Келикобаккер Но там есть Разные штаммы Какие более агрессивные Другие менее агрессивные Ну и лечение Это внешней Адрекционной терапии Возможно ли Примитивный метод После успешной Адрекционной терапии Заселять в кишечник Мне Батогеном Келикобаккером Будут я Не конкурировать И вот у меня Еще Второй вопрос Давайте я сначала На это отвечу А то не забуду Смотрите Во-первых Не кишечник А желудок Для протокола Идея вроде бы Разумная А я не слышу Чтобы пробовали Это делать Просто не знаю Но Никакого закона Природы Почему это не получилось Я тоже не знаю Там С Келикобаккером Делают чудесные работы Они смотрят Разные популяции Людей Такие Не путешествующих Людей А те которые На одном месте Толго живут Соответствующие Штаммы Келикобактеров Которые в этих людях Живут С Келикобактерами Такое делали И с Туберкулезными Микобактериями Такое делали И видно Что в общем Действительно Распределение штаммов Более-менее Соответствует Нашим представлениям Скажем О том Как человечество Двигалось по континентам Вот такого сорта Работы были А медицинских работ Про перезаселение Желудка Правильным Хеликобактером Я не знаю Но вполне могут быть Я специально за этим Не следил Ахай второй Вот у меня еще вопрос Есть ли уже примеры И чтобы использовался какой-то моновид Для лечения Какой-то Ну Вот на злоге Вот как пример В журнале Nature Есть сетях Про то, что Оксалобастер Он Участвует В переработке Оксалата Кальция Например В почках Чтобы как Лечение Ну Я понял У меня вопрос другой Возможно Вот этот ген Который Кодирует Этот термин Ставит Например В лактобактерию Какую-то Которую заселен Наш кишечник Преколонизировать Вот этот Ну Кишечник Уже Лактобактерии Ну опять Смотрите Закон о природе Почему это не получилось Я не знаю Примеров я тоже не знаю И с монокультурами Там обычно проблема В том Что Вот эти сообщества Все-таки Немножко сложнее Чем просто Один вид отвечает За что-то одно Идею Заселять Кишечник Генномодифицированную Бактерию Значит Ну мне она Вполне нравится Но Есть я думаю Большое количество Людей Которые будут По этому поводу Расстраиваться Они картошку Ту боятся Генномодифицированную Есть Вот Они саму в рот Если не будет Ну да Ну и Скатерть и дорога Но В общем Нет Генномодифицированная Инсулин При этом Никого не включает Так что В голове у людей Делается Это отдельно Интересный вопрос То есть Опять Как идея По-видиму Вполне разумно Примеров Я не знаю Предположим У каждого из нас Есть некий Свой набор Как-то это проявляется На поведении Человека То есть Да Я понял Я понял Спасибо Очень спекулятивные Рассуждения Такого сорта Были Хороших примеров Я пожалуй Не знаю Именно если говорить Про бактерии А если Немножко рамки Расширить И говорить Про простейших То тогда Есть чудесный Пример Таксоплазмы Ну естественно Вот Но он просто Такой Христоматийный Значит Таксоплазма Это простейший Это родственник Малярииного плазмодия Далекий Вызывает Соответственно Болезнь Таксоплазмоза В основном У кошек И у нее есть Чудесные особенности Это таксоплазма Вообще Есть довольно много Живых существ Таких паразитов Которые изменяют Поведение хозяина Таких примеров Действительно много Значит Есть там Разные Эти самые Черви Которые Имеют Несколько Хозяев И Изменяют Поведение Промежуточных Хозяев Чтобы вероятнее Попасть В окончательную А таксоплазма Обладает Следующим Свойством Она попадая В мышку Она Мигрирует В мозг И Заставляет Мышку Быть бесстрашной Мышка Перестает Бояться Запаха Мочи Кошки Она Перестает Жаться По углам Начинает Бегать По комнате Во всех Направлениях Ведет себя Так Чтобы ее Кошка Съела А кошка Является Окончательным Хозяином Это Токсоплазма Над папой Дальше У Очень заметной Доли Людей Таксоплазма Тоже Присутствует Это В зале Таких Много Там есть Статистика По разным Странам И были Какие-то Чудесные Поведенческие Опыты Которые Состояли В том Что Это По разному Влияет На мужчин И женщин Значит Мужчины Становятся Такими Более Исследовательскими И Чуть более Агрессивными А женщины Наоборот Становятся Мягкими И добрыми Значит Поэтому Практический Совет Младым Людям Что Заведите Кошку И пусть Она поцарапает Вашу Девушку Здесь чудесная Статья Есть такой Человек Саша Пачин Александр Юрьевич У него Во-первых Есть чудесная Статья Просто Обзоры Про Паразитов Которые Меняют Поведение А дальше Такая Есть очень Провокационная Статья Вполне Научная Она там В приличном Журнале Опубликованная Что Многие Религиозные Ритуалы Устроены Как Такая Эпидемиологическая Катастрофа Да Но Целование Иконы Это Такой Хороший Способ На самом Деле Для Бактерии Переносить Себя От одного Хозяина К другому Поэтому Гипотеза Стоит В том Что Вполне Могут Быть Какие-то Живые Существа Которые Вызывают У людей Вот эту Тягу К религиозным Ритуалам Как Просто Чтобы Облегчить Возможность Своего Переноса Следующего Хозяина Значит Александр Панчин Биологи Директ По-моему Прошлый Год И там В этой Статье Есть Хороший Обзор Паразитов Которые Меняют Поведение Хозяина Под гипотезой Можно подписываться Можно не подписываться А Обзор Чудесный В этой Статье Так Давай сначала Там А потом Вы Представили Занные По поводу Сустринги После Антибольской Ага Там было 94% Фекальных Трансплантатов 94% Людей Получивших Фекальную Трансплантацию Вылечивали Да 31 Вархомицин Да Но По поводу Фекальных Трансплантатов Кто В роли Донора Выступает Это Хороший Вопрос Это Должен Здоровый Донор Действительно Там По этому поводу Была чудесная Можно Открыть Маленький Бизнес Встроенные Здоровые Люди В интернете Сколько угодно Заяв Значит Была чудесная Дискуссия Вполне Серьезная Потому что Смотрите Если мы Это Брендируем Как лекарство То это Должно Происходить Через Одобрение Но в случае Америки Значит Это Которые Одобряют Все лекарства Для того Чтобы одобрить Лекарства Недостаточно Успешных Клинических Испытаний Должен быть Механизм Действия И Должна быть Действующая Действующая Субстанция А здесь А здесь Ничего подобного Не знаем Мы Не знаем Какая Действующая Субстанция У нас И мы На самом деле Механизм Действия Тоже Выписать Хоть Кок-нибудь Адекватно Не можем Там Есть Специальная Уловка Потому что В принципе Во ВДЕ Есть Протокол Который Позволяет Одобрить Клинические Испытания Для Препаратов Для которых Мы Точно Действующую Субстанцию Не знаем Ну Скажем Что-то Выделенное Из растений Да Просто Какие-то Вытяжки Из Не знаю Дьяволого Корня Или чего-нибудь Такого Аппетитного Вот И вот Благодаря Этой оговорке Вот эти Клинические Испытания Вообще Удалось Провести Потому что Формально Говоря Их Проводить Было Нельзя А дальше Обсуждалось Вот что В связи с вашим Вопросом Что Вообще Говоря Это Ведь Не Лекарство Это Именно Что В названии Трансплантация Это Больше Похоже На Пересадку Органа А Тогда Требования Другие Тогда Нам Нужно Чтобы Был У нас Есть Требование К Донору Нам Нужно Чтобы Был Здоровый Донор Если Пересадка Печени То Надо Чтобы Он Не Был Алкоголиком И Не Болел Циррозом История Кищечных Расстройств А После Этого Действительно Нужно Долгое Подробное Отслеживание Каждого Пациента Чтобы Смотреть Отдаленные Последствия Клиническая Практика В случае Пересадки Органа Не Такая Как В случае Применения Лекарства Если У вас Лекарство Одобрено И вы Пациента Пролечили То Вы Не Смотрите Через 5 лет На Отдаленные Последствия Какая Определяются Но Она Совсем Не Такая Как Случа Пересадок Органов Когда Этого Пациента Потом Всю Жизнь Ведут И Серьез Обсуждается Идея Что Давайте Мы Просто Это Рассматривать По Протоколу Пересадки Органов Результат Я Не Знаю Этих Дискуссий Но В Случа Дискуссия Такая Вполне Содержательная Получается Так Вы Скажите Пожалуйста Сейчас Тренирование Генома Человека Это Теперь Не Контаминация Считается Что Они Реально Присутствуют В Геноме Так Ли Это Да Сейчас Скажу Это История Немножко Про Другое Это История Про Путешествие Генов Между Геномами Опять Так Это Событие Последних Не Лет Но Последних Десятков Лет Когда Стало Ясно Что Имеется Массовый Горизонтальный Перенос Когда Не Просто Бактерия Живет В Человеке Или Не Просто Бактерия Живет В Клетке Тли А Когда Целый Фрагмент Бактериального Генома Отдельный Ген Оказывается В Геноме Хозяина Там Есть Разные Примеры Есть Примеры Очень Больших Кусков Бактериальных Геномов У Насекомых Какой-то Дрозофилы Несколько Сотен Нуклеотидов По-моему Фрагмент Жука Нашли У него По-моему Треть Генома Бактерии Его Собственно Досимбиотическое В геноме Присутствует Есть Чудесные Примеры В растениях Опять-таки Вот Моя Любимая Тема Про Этигмошников Они Очень Боятся Бактериальный Ген Куда-нибудь Переселится В геноме Культурного Батата Большой Фрагмент Агробактерии У всех Культурных Бататов Он Есть А у Диких Бататов Его Нет Это Событие Которое Произошло Аккурат В момент Окультуривания Способствовано Окультуриванию Или нет Это вопрос Отдельный Они там Работают Эти гены То есть Они там Реально Есть А Про Геном Человека История Больших Фрагментов Бактериальных Геномов У нас Нет И Это Действительно Довольно Часто Контаминация Там Были Работы Мои коллеги Делали Я просто Про них Не знаю В геномах Губок То что Вроде бы В генбанке Лежит Я прошу Прошу Профессиональный Вопрос Я уже буду Термины Тоже Использовать То что В генбанке Называется Геномом Губки Это на самом Деле Зоопарк Там есть И губка И куча Ее бактерий Которые В ней Жили А в геноме Человека Значит Были Первые Вот В самой Первой Статье Про геном Человека Там Несколько Сотен Генов Отнесли К генам Бактериального Происхождения И это Была Неправда Там Чисто Технически Там Понятно В каком Месте Они Ошиблись И вот Недавно Появилась Статья Что Вроде бы Таких Все-таки Есть Несколько Десятков Генов Бактериального Происхождения В геноме Человека Ну Есть Да Это Означает Что Бывает Горизонтальный Перенос Между Бактериями И Млекопитающего Ура Бывает Так Давайте Молодой Человек Потом Девушка Потом Вы А потом Вы еще раз Давайте Да Есть Отдельные Работы Я про это Ничего Не говорил Там Ничего Такого Что имело Бабах И рассказать В общем Там Не произошло А Чисто Технически Да Есть Точно Так Ж Работы По Тотальному Секвенированию Такого Вирусного Разнообразия И оно Действительно Колоссальное Но Там уж На всем Залоги Да Там Истории Нет Вот Секвенируя Метагеномы Каких-то Маленьких Сообществ Например Бактерии Которые Живут В экстремальных Условиях Уже Примизительно Можно Определить Виды Которые Там Фишут А вот Секвенируя Метагеномы Больших Сообществ Таких Как кишечники Наш Кишечники Людей Возможно ли На современном Этапе Развития Технологий Определить Какой участок Генома Принадлежит Какому виду Да Смотрите Значит Ну опять Теоретически Закона Природа Почему Это Было Нельзя Сделать Нет Но Реально Те средства Которые У нас Есть В руках И по Глубине Секвенирования И по Анализу Они Этого Сделать Не Позволяют То есть Мы Можем Собрать Геномы Отдельных Видов Если Там Сообщества Их Там Не знаю Десять И при этом Есть Нескалидирующих Вот Эти Бактерии Которые В червяке Живут Их Так И определяют Там Есть Это Самая Закисленная Вода Из Шахты Вот Эсед Майн Такая Знаменитая История Где Определяли Там Очень Бедное Сообщество И Там Просто Определили Типа Бактерий Которые Там Самых Частных А тут Слишком Большое Разнообразие И Там Проблемы Две Первое Что Разнообразие Такого Что Какая бы Глубина Покрытия Не Была Вы Все Равно Ни Один Геном Не Определите Полностью А Вторая Проблема Это Проблема Со Штаммами Если У вас Есть Несколько Штаммов Одного Вида Которые Отличаются Фрагментами Генома И Вы Пытаетесь После Этого Это Собрать То Сборщик Вот Ассемблер Он Сходит С ума У него Появляют Разбилки И У вас Получаются Просто Отдельные Фрагменты Этого Генома Вы Не Можете Соединить Без Дополнительных Экспериментов Делают Поэтому По-другому Сейчас Появились Технологии Которые Позволяют Определить Геном Одной Индивидуальной Клетки Поэтому Вы Не Сиквенируете Метагеном Целиком Когда Вы Сиквенируете Метагеном Целиком Вы Можете Оценить Разнообразие Путем Анализа Рибосом На РНК И Вы Можете Так В целом Описать Метаболические Возможности Просто Путем Анализа Отдельных Фрагментов Там Вам Не Важно Какой Фрагмент Из Какого Генома Пришел Вы Описываете Метаболизм Метагеном В целом А Если Вы Делаете Геном Отдельные Клетки Там Все равно Бывают Технологические Проблемы Довольно Тяжелые Но 95% Генома В общем Вы можете Определить И собрать Этого Достаточно Для того Чтобы Разумные Вечи Про эту Бактерию Говорить Поэтому С Анализом Индивидуальных Геномов И сообществ Там По-видимому Наука Пойдет В сторону Анализа Отдельных Клетков Вот Здесь Был Вопрос Сейчас Погодите У вас Был Вопрос Вы А потом Я Запутался В очереди Это Было Точно Раньше Вопрос Я понимаю Что фекальные Трансплантаты Это очень Классно И круто А может Просто Надо меньше Мыть руки Я не знаю Это Хороший Вопрос Или есть Какой-то Определенный Вид пищи Которая Поможет Твоим Уже Существующим Бактериям Понимаете Это Ну это На самом деле Довольно Глубокий Вопрос Потому что Там Влияние Современной Гигиены Скажем На иммунный Статус Человека Эта История Чудесная Это Аллергия Действительно Там Рост аллергии В значительной степени По-видимому Связан с тем Что иммунная система В раннем возрасте Не тренируется Не адаптируется Нам известно Скажем Что дети В семье Где есть домашние животные Честно Реже бывают Аллергиками Или там Дети на ферму С другой стороны Мы радостно Попадаем Там В 17 век И от кишечных Инфекций Значит У нас Там помирает Я не помню Половина новорожденных Или сколько Поэтому Ну так бы я не делал Вот Ну есть Другие еще Заболевания Там Я не знаю Анемия Ну Анемия Которую раньше Лечили Например Про то Не знаю Есть витамины Не знаю Значит Ну вот Пример народа Хадзе Значит Показывает Чем надо мыть руки Да Ну да И все хорошо О Давайте Молодой человек Потом же Да У меня такой вопрос Ну Предполагаете Вы Что Скорее Например Врачи Уже отхажутся От антибиотиков И будут лечить тоже Другими бактериями Нет Не предполагаю Потому что Там Другая проблема Что У патогена Парабатывается устойчивость К антибиотикам И Не то чтобы Врачи отказались От антибиотикам Они просто перестанут Помогать Да Какой-нибудь Лекарство устойчивый Туберкулез Который Там Из российских Исправительных Учреждений Распространяется По всему миру Да Там есть штаммы Которые устойчивы Просто ко всем Антибиотикам Которые сейчас Применяются Поэтому радостно Значит Возвращаемся В эпоху Антона Павловича Чехова Там Кумыс и горный воздух Да И все Это как бы Отдельная Очень тяжелая Проблема Там устойчивости К антибиотикам И то Как наши Культурные практики Медицинские практики И агрономические практики Способствуют Развитию Этой устойчивости Так Чтобы Затем Антибиотикам Отказаться Ну По-видимому Не получится Опять Мы просто Вернемся В 19-й век Другое дело Что Их надо Применять С умом Там есть Отдельные Интересные Проекты Что можно Лечиться Не бактериями Против бактерий В легких Все равно Никаких бактерий Быть не должно Если у вас Успаление легких Которые вызваны Под невмококом То у кого вы туда Не заселяете Хорошо не будет Это какой-нибудь Сепсис Это проникновение На самом деле Любой бактерии В кровь Хороший Плохой Их так просто Быть не должно В принципе Кишечные Заболевания Может быть Сейчас Опять-таки В связи с Проблемами С антибиотиками И с тем Что новых Классов антибиотиков Открывать Практически Перестали Обсуждается Использование ФАГов То есть Бактериальных вирусов Вот Это какая-то Такая была Популярная наука В 30-е 50-е годы И сейчас Это как Начинают Серьезно обсуждать Потому что Есть вирусы Это естественные Бактериальные вирусы В бактериофаге Там естественные Враги бактерий Давайте Известно Например Что Всякие Вот Пищевые Заводы Которые делают Квашеную капусту А это Вполне Индустрия Или Скажем Заводы Вот Ксломолочная Данон какой-нибудь Да Вот они Сильно страдают От фагов Потому что У них Случается Инфекция Фага И у них Заболевают Упортится Вот их Стартовая Культура Соответственно Если мы Можем Испортить Бочку С упорцами Заселивши Туда фагов И убивши Каких-то Бактерий Давайте Точно так же Фагами Пытаться Воздействовать На наших Собственных Патогенов И вот Лечиться От них Это обсуждается Хороших Примеров Опять-таки Я не знаю Но вполне Могу и не знать Я специально Не следил Так Сейчас У вас Вопрос Скажите Пожалуйста Используются Все эти технологии Это привитивное Медицине У меня такая мысль У нас Приблизительно 90% Населения Украины Инфицировано Дикими Бактериями Туберкулеза И где-то Из них 10% Заболевают И из них Приблизительно Однопятая Сейчас погодите 10% А 90% Это 9% Населения Вы хотите сказать Что 9% Населения Украины Болеют Туберкулезом Мне так Физиат Говорило Да Ничего себе Да Из них Приблизительно Однопятая Часть Самоизлечивается У них В легких Возникают Кальцинаты Кальцинаты У меня есть Да Я знаю И у меня есть И может быть У нас С вами Какая-то Особенная Микрофлора И это может быть Да в легких Нету Никакой Особенной Микрофлоры Нет Это скорее Особенность Иммунной системы И особенность Конкретного Штамма Микобактерий В легких Не должно быть Никакой Микрофлоры Но Там есть Конечно На слизистой Что-то Но Опять Вот Это Особенная Идея Которую Тут уже Кто-то Высказывал Про поводу Хеликобактера Давайте Мы заразимся Хорошим Штаммом И тогда Глядишь Не заболеем Плохим Ну В каком-то Виде Если правильно У меня БЦЖ Это ровно Оно и Есть Да БЦЖ Я говорила Актизиатр Она защищает От самого Страшного Летального Вида Туберкулеза Когда Это Головной Мозг Нет Но Она просто Не безумно Эффективная В принципе Нет Вакцинирование В общем Примерно Так же Устроено Только Вакцинирование Основано На других Принципах Вы хотите Конкуренцию Между штаммами Устроить Чтобы хороший Штамм Заселился И не пускал Плохого Обычное Вакцинирование Это просто Тренировка Иммунной Системы Ну Опять Я уже Несколько Раз Это Произносил Закон о Природах Почему бы Это не Работало Я не Но Я могу Придумать Очень много Частных Сложностей На этом Путь Не знаю Я думаю Что такого Сорта Вещи Все-таки Лучше Делать Не на Конкуренции Между штаммами Одного Вида Во-первых На тренировки Классическая Вакцинация А Аутоиммунная Вакцина Ну Опять Понимаете Тут Разговор Немножко Проразный Потому что Все что связано С вакцинированием Это мы Меняем Иммунную Систему Хозяева А тут Говорится Что мы Хозяева Трогать Не будем Мы просто Его заселим Правильными Бактериями А неправильным Тогда Негде Будет Поселиться Потому что Экологическая Ниша Уже Занята Не знаю Георетически Можно Практически Не знаю Ну Давай Молодой Человек Вы говорили Что Некоторые Экологические Клетки Получили Хлоропласт Недавно Да Можно Точнее Есть Какие-то Объяснение Или Хотя бы План Нероски Исследования По Лабораторному Выращиванию Животных Клеток С хлоропластами Ну Вот С этим Моллюском Чего только Не делают Зачем Лабораторные Да У нас Есть Чудесная Природная Модель И его Действительно Очень много Изучают Потому что Он этих Хлоропластов Получает Вот он Рождается Без них А потом Их получает Из этой Водоросли На оживление Я скажу Хлоропласт Там Там Проблема Вот в чем Что Значительная Часть Генов Которые Раньше Были Хлоропласт И кстати Та же История С Медохондриями Они Сейчас Из Хлоропластного Генома Переселились В ядерный Соответственно Если вы Пересаживаете Сток Хлоропласт То Очень много Белков Которые Нужны Для его Нормального Функционирования Вы Потеряете Они В новом Хозяине Они Присутствовать Не будут А Хлоропласт Фотосинтез Это страшно Агрессивный Химический Процесс Там Реактивная Форма Кислорода И там Белки Сгорают Очень быстро Портятся И В норме Эти белки Кодируются В геноме Хозяина В ядерном Геноме В смысле И Хлоропласт Значит Они Синтезируются В цитоплазме Хозяина И Укриотической Клетки И Хлоропласт Просто транспортом Там есть специальные Системы Которые Хлоропласт Доставляют Если вы Пересадили Только хлоропласт То вы Эти белки Потеряли И Опять-таки Приметенно К этому Слизняку Та же Самая Проблема Как хлоропласт Остается зеленым Полгода А это Наблюдали Откуда Хлоропласт Берет Эти белки Если Слизняк Съел водоросль И Ядерный геном Полностью Растворился Там Пытались Эти гены Искать В геноме Этого Слизняка И вроде бы Не нашли В общем Там по этому поводу Это открытый вопрос В прямую Такой опыт Поставить нельзя Но опять-таки Есть природный опыт Севгленной Это одноклеточная Которая съела Водоросль Проглотила водоросль Скажем Но не съела А вот она Эта водоросль У нее после этого Функционирует Практически как Сторопласт Она занимается Фотосинтезом Как-то обменивается С этой клеткой Питательными веществами Но Это полноценная водоросль У нее все Белки Которые ей нужны В ее геноме По-прежнему функционируют Солопласт А клетку Солопласт Клетку А Вторичный симбиоз Имитировать Взять одноклеточную Зеленую водоросль И вот не разрушая Куда-то поместить И это замечательно Она там даже может быть Какое-то время будет жить Но дальше вам нужно Если вы хотите От этого извлекать Какую-то пользу Вам надо устроить Систему транспорта Веществ Между этой водорослей И вот клеткой рецепиента И это тоже Отдельное мероприятие Все таких работ Не знаю Но Попробовать можно Нет Ага Михаил Сергеевич Давайте наверное дадим А я прошу Там кто-то давно хотел Да Да Я прошу прощения Я просто начал в одном месте Смотри Ну давайте все-таки Вы спросите А потом я молодого человека Хорошо Ну мы тут вот Чисто с медицинской Точки зрения Сейчас все рассматриваем Я бы сказал Это вы рассматриваетесь Чисто с медицинской А вы с какой С биологической Я тут с человеческой Да Нет Я как-то биолог Один Как еще одну Часть этой всей системы Хотел бы чтобы вы нам Осветили Рассмотрели А может дальше Продолжили работу Биоэнергетика Итак все Что у нас В этом мире существует Существует Как энергоинформационный объект Казначеев О нет Все Я прошу прощения Вот на стройе Казначеев Я прошу прощения Я отказываю Слушать вопрос Я отказываюсь Слушать вопрос В котором имеется Слово Казначеев Извините Это Бред Тогда Гурович Вы уважаете С Гуровичем сложнее Но в общем Боже Нет Извините бога ради Мы можем Мы можем потом Обсудить Но Опыта нет Извините бога ради Все Прошу прощения Давайте следующий вопрос Значит Значит Ага Нет Я уже отвечал К современному Человеку Не происходит Медицинский хвал И ровно Кстати Это объясняет Почему половина Страшилок Которые антигмошники Рассказывают Являются ерундой А чем Заменялась Функция метафондрии В эукалитической клетке До их снияния О Вы себе не представляете Какое количество народу Хотят знать Ответ на этот вопрос Но смотрите Вообще говоря Синтезировать АТФ Умеет много кто Значит Есть Там есть разные теории В каком порядке Что происходило Похоже Что Вот тут Это вопрос открытый Но Тот вариант ответа Который Мне пожалуй нравится Стоит в том Что была Архибактерия Которая вполне была Способна К самостоятельному Синтезу АТФ Она вступила В симбиоз С Альфа-протеобактерией Вот с предком Метахондрии Параллельно Сразу после этого Появилось ядро Как способ Разобщить Транскрипцию Трансляцию Потому что Вместе с этой самой Метахондрией Вот с предковой Метахондрией Пришли Интроны Которые начали Там прыгать По генам И Ну в общем Там ладно Хорошо Я не буду Часто в детали Залезать Опять если интересно Я потом На улице расскажу Ну что я Я покурю И расскажу Вот И потом Просто функция Синтеза АТФ Утратилась В цитоплазме За ненадобностью И была полностью Эволюционно Оказалось Выгоднее А чтобы Это полностью Сконцентрировалось Вот специальные Органели Которые для этого Не для этого Тут никакой Телеологии нет Но которая В этот момент Возникла Это все Можно переформулировать Более меня Фотосоциальных Терминских Терминов Терминов Просто за счет Отбора То есть По-видимому Ответ такой Что во-первых Метакондрия Заселилась В клетку У которой Своего ядра Не было Поэтому она Не была Иукариотической Иукариотической Она стала После Ядро появилось После заселения Метакондрии Еще раз Это одна из Теорий Тут Ну Есть довольно Большая полемика По этому поводу Вот После этого Отдельно Возникло Ядро Чтобы там Хранить Значит ДНК Чтобы Осталось Время Для вырезания Интронов Чтобы вырезание Интронов Происходило В ядерное ДНК А в топлажме Только трансляция А синтез АТФ Вот тот Который Кодировался У клетки Рецепиента Он просто Деградировал Потому что Оказалось Что специализированные Клетки Специализированные Органеллы С этим Справляются Лучше Один из Возможных Сценариев Такой Как следует Никто не знает Я предлагаю Еще три вопроса Чтобы соблюсти Регламент А все остальные Интересующие вас Моменты Можете обсудить В кулуарах Пожалуйста Так Вот я вижу Один Я вижу Даже два Ага Вижу два Ну вот эти Два Используем Давайте Молодой человек И девушка Можно сразу Тогда комментарий К тому Что вы сейчас Сказали Это выходит Что История Ултолиот Начинается Даже не с ядра Не с Вот этих Метокондрий Вроде Не с Этим Органелл Вроде Метокондрий О появлении Эндоцитоза Ну видимо Да Лучевое событие Которое вообще Придут Похоже Что да Вот сейчас Была Только что Была статья Про группу Архей Которая Очень похожа На Больше Ближе всего По виду Современным Эукариотом И вот Сейчас Локи Археи Они Называются Локи Археота И вот Про них Обсуждаются Не являются Ли они Действительно Родственниками Предка Эукариот Да А вот В связи С этим Вопрос У вас там Влекало В лекции Что Существует По-моему Насекомые У их Симбиотические Бактерии Какие-то Бактерии Которые Рут Другие Бактерии Как они Туда Как они Туда Залили Как они Допопали Через Механизм Андоцитоз Ну смотрите Я думаю Что скорее Это были Хищники Потому что Есть Хищные Бактерии Которые Атакуют Других Бактерий И в частности Путем Залезания Сейчас я Могу Начать Фантазировать Я думаю Что скорее Это был Не андоцитоз А просто Наоборот Что как бы Драйвером Был Не рецепиент А тот Который Проник В другую Бактерию Вместо Чтобы ее Изнутри Выжрать Он в ней Просто счастливо Заселился Это как Кажется Более Более Вероятно Так И У девушки Был вопрос Ага Да Не имел Ногас Там другая Какая Дрозофила Но неважно Веря Есть Какие Средства Или Механизмов Как Это Хороших Я не знаю Это Очень Ветх События Мы Это Видим В геноме На самом деле Это Случилось Один раз На много Дрозофил Представить Себе Это На самом Деле Не очень Сложно Потому Что Смотрите Например Известно Что у нас В ядерном Геноме Довольно Много Фрагментов Метахондриальных Геномов Наш Собственных В каждой клетке Много Метахондрии Они Иногда Разрушаются Появляется Свободная ДНК Если Она Случайно Забрела В ядро То Она Может Встроиться В геном Как бы Отдельные Шаги Этого Процесса Вполне Можно Себе Представьте А теперь Представьте Себе Что вы Яйцо Дрозофилы На стадии Синтиция Если у вас Падает Фантазия У вас Много Ядер Клеточных Мембран Нет И еще Отдельные Вальбахии Плавают Теперь Какая-то Вальбахия Порвалась Ее ДНК Вытекла Наружу Может Заползить Из ядерного Пора Обратно В ядро Редко Но бывает А дальше Все Дальше у вас Появилось Ядро С вставкой Генома Вальбахии И если Конкретно Это ядро Окажется В том Сегменте Из которого Потом Пойдут Клетки Зародышевого Пути То у вас Этот фрагмент Уже начал Наследоваться И в следующей Дрозофиле Он уже Будет Во всех клетках По-видимому Если фантазировать То по-видимому Это происходило Как-то примерно так Отдельные детали Процесса Никто не знает Даже не очень видно Как это изучают Все случайность А потом Отбор Давайте Еще там Вопрос был Теперь же Самый последний У вас Да Давайте Как улучшить Микробиом Человека Как улучшить Вот я же показывал А в смысле Нет Я не доктор Я Медицинских Советов Давать боюсь А грибки И микроб Как они Значит Ну еще раз Медицинский Совет Я давать боюсь Пребиотики Это вопрос Тонкий Потому что Опять-таки Все это проходит Через желудок И в основном Там все это Конечно Растворяется Были работы Я их не очень Внимательно смотрел Вроде бы Были работы Что если Там Есть То что В магазинах Рекламируют Как пребиотики То какое-то Кратковременное Изменение Микрофлоры Происходит Но непродолжительное То есть Если там все время Есть кефир То у вас Таки да Будут лактобацилы Но как только Вы перестаете Есть Значит Они немедленно Исчезают Но отдельный Вопрос Что На самом деле В этом месте Я сторонник Такой Ортодоксальной Доказательной Медицины Пока вы Не сделали Клинические Испытания Там Кормили Там Сто человек Живым кефиром А сто человек Кефиром С убитыми Лактобацилами И не показали Что первые сто Живут намного лучше А вторые сто Все это рукомахание Если кто-то верит Что ему помогает На здоровье Вреда от этого Скорее всего не будет Польза Ну мягко говоря Не доказана Маркетинговый Маркетинговый Значит эффект Совершенно колоссальный Да Живой да Ну понятно Он живой Значит все остальные Мертвые Ну в какой руке Ну вот Наверное все на этом Спасибо Аплодисменты Спасибо Аплодисменты Субтитры сделал DimaTorzok